Ладно, в общем все. Начинаем. Ну, курс, основная его цель это бэкборд, и то, что около него, вокруг него, но начнем с JS-паттернов каких-то. Ну, курс, все будет в этом, в этой лекции достаточно сумбурно, потому что много всего не совсем совместимого надо сначала рассказать. Да. Так, ну, дизайн-паттерны все, я думаю, знают, что такое, просто, ну, почему мы их выделяем, потому что они уже это готовое решение, могут быть зареюзаны, и можно друг другу рассказывать название паттерна, чтобы понять, в чем все. Ну, подрай, don't trip it yourself, don't be wet, то есть write everything twice, не надо это делать, поэтому мы используем дизайн-паттерны. Так, ну, хорошо. Улучши паттерны? Ну, во-первых, я советую всем, кто интересуется прочитать книгу «JavaScript Patterns», Стоян Стефанов, известный человек. Раньше я работал в Yahoo, Frontend Lead, он сейчас в Facebook, ну, в общем, крупный господин, и у него паттерны в книге, они именно JS-специфик, то есть конкретно, как лучше все делать в JSON, чтобы все было сип-то. Так, например, immediately not function expression. Ну, в чем его суть? В том, что мы просто пишем функцию и можем ее сразу же вызвать, то есть у нас есть анонимная функция, мы ее сразу вызываем без названия, и ничего в это джава нет. Ну, то есть у нас тут в эту переменную заходит результат функции, так как она была сразу же вызвана. Ну, или пример, который действительно что-то считает. вот эта, это вот, , sporadSecond, а плюс б, сюда вот заходят параметры вызва функции, то есть можно было бы это заменить именем, если бы это была именованная функция, но она у нас анонимна, поэтому так вот сейчас. Да. Ну, и этот паттерн используется очень много. Часто он используется для инкапсуляции, То есть мы внутри него можем объявлять какие-либо перемены, что-то, и так как в JavaScript область видимости – это функция, то их не будет видно снаружи. Паттерн-модуль. Какие он решает проблемы? Проблема того, что в JavaScript нет модификаторов доступа, и именно для этой инкапсуляции он используется. Чтобы не засорять global namespace и вообще структурировать код хоть как-то. Потому что в JavaScript нативно нет такого понятия, как модули или вообще какие-то куски кода действуют в теге скрипта. Ну, простейший модуль – это просто plane object. То есть просто JavaScript объект, в котором хранятся какие-то значения. Но, естественно, это не то, что нам надо, потому что тут мы не реализуем никакую инкапсуляцию, только внутри метода локальные переменные. И это не очень. Чаще используют модули через как раз и… То есть пишут вот тут имя модуля, оборачивают функцию, которая сразу же вызывается. И возвращаемым значением будут публичные свойства, а все, что здесь локальные переменные – это будут либо приватные, либо привилегированные свойства. То есть вот это будет… А, ну, здесь нету, но привилегированные, точнее, методы – это те, которые имеют доступ к приватным переменам. В общем, так это реализуем. И более сложный пример – это Revealing-модуль. Он используется, ну, не скажем, что он чаще используется, просто один из подходов, просто, чтобы лучше структурировать пункт. То есть мы оборачиваем в «immediately invoke function expression» все. Внутри мы просто пишем локальные функции, переменные. Естественно, они все не выйдут за этот скол. А просто в конце возвращаем то, что мы хотим. То есть мы можем все… Ну, как бы сразу видно API этого модуля, и все у нас будет хорошо. Так. Фабрики, JavaScript. Ну, в JavaScript нет классов, наверное, вы знаете. Но есть функция конструктора. То есть вот эта функция конструктора. Если мы ее вызовем с new, то она нам вернет объект, который мы оперируем внутри конструктора, как this. То есть она нам сконструирует новый объект и отдаст его. Если мы вызовем ее без new, то в strict моде, если использовать useStrict директиву, выпадет exception. А, нет, наверное, то тут this будет undefined. А в не strict моде this будет win. Так, prototype. Ну, то есть может кто-то из вас этого не знал, что есть такой объект prototype на конструкторе, ну, на объекте. В общем, у каждого объекта есть объект prototype. Это он представляет цепочку прототипов. То есть у этого объекта есть его функции, его прототипа, у него есть его прототип и так далее. И когда мы вызываем какой-то метод, то идет лука по ближайшему прототипу и так далее. Так, то есть вот мы здесь подвесили на класс этой фабрики, которая нам будет производить машину. Ну, это как бы не класс, но в случае, если мы используем фабрику, то она используется для класса. Так что назовем ее, как бы, вот так, видите. И в итоге мы создаем фабрику и можем получать новые инстансы объектов без явного вызова конструктору. То есть мы можем передать ряд параметров каких-то, он нам генерирует один из классов, которые заложены в этой фабрике. Использование такое же, как и во всех других языках, то есть для того, чтобы простить инстансирование объектов и собрать в одно место повторяемые параметры, если их можно объединить. Ну, и в том случае, если у нас есть какой-то API-контракт и нам нужно его реализовать. Фасад просто упрощает интерфейс объекта. То есть мы инкапсулируем всю сложность внутри, там какой-то внутри него полиморфизм. Мы в зависимости от определенных свойств реализуем разные, по-разному реализуем внутренние методы, но отдаем простой API. Ну, то есть самый простой пример – это jQuery, там каждый метод просто отморкнуть. И там, ну, допустим, Миксич, он внутри себя смотрит миллион всего, что это, ие, там, пром, как можно, какой объект можно заведать. Миксин обычно как бы противопоставляет классическому наследованию, потому что это возможность придать объектам общие черты без жесткого наследования. То есть, ну, чем обычно говорят Миксин лучше? Тем, что вы можете выбрать все, что вы хотите, можете потом, когда хотите, отключить, а если вы наследуете один класс от другого, то ваш дочерний класс будет реализовать все, что реализуется в родительском, будем менять родительский, будет сайт дочерний. Ну, вот сейчас самый простой способ – это использовать Underscore Extend. Underscore – это библиотека функциональных хелперов. То есть, он берет один объект, берет второй, но вообще тут бесконечное количество объектов можно передать, и на выходе у вас будет вот этот объект, но за экстендинными свойствами всех остальных. Да, то есть, мы берем CarAnimator, берем Person, или берем MyMixins, вот этот объект, и прототайп экстендим миксинами. И таким образом все вот эти методы подвяжутся на прототайп вот этого класса. И когда мы его будем инстанцировать, то мы можем называть все эти методы на него. Да. Этот экстендинг, кстати, делает CarAnimator подвяжет одно MyMixins? Нет, он проходит циклом по всем свойствам. Не заменяет потом? Да. В общем, не заменяет потом. Ну, прототипы свой, то есть, как обычно инстанцировать. Ты перезапишешь объект полностью. Он расширяется. А вы знал, как это делали? Нет. А значит? Там спор большой сейчас. Underscore... В общем, этот чувак, Джереми Ашкинс, он пришел из Ruby. Ну, это вообще парадокс. Пришел, поднял полностью свой стейк. То есть, он написал Underscore, Backbone, Poppy Strip. Все начали это юзать. А потом появился чувак из Microsoft, Джон Дэвид Дальтон. И он написал LowDash. Ну, то есть, LowDash, Underscore одно и то же. И LowDash, он изначально был там в разы быстрее, надежнее. Ну, и там очень долгий срач зателся. Этот Дальтон предложил deep equal сделать, там, deep extend и так далее. И его Ашкинс за фактом говорит, это там ненадежный случай, непонятно, как люди хотят их реализовать. Ну, и он фортнулся в LowDash. Сейчас LowDash чуть ли не популярный. Ну, очень популярный. В общем, можно юзать то, можно юзать то. Ну, и в LowDash есть такая функция, как бы DropInReplacementFondUnderscore. То есть, вы, как бы, можете заменить, и Акпери останется приходить в Underscore. И там есть deep extend. Ну, то есть, сейчас он пройдется только по объекту, по вот этому объекту первого уровня. Ну, а вот, как бы мы это теоретически могли написать сами. У нас вот есть опять функция конструктор. Есть конструктор Mixin. У него тут хранится все методы, которые мы хотим. Ну, а тут мы просто проходим с ответом как раз цикли и забиваем свойства одного в другой. То есть, проверяем, если у него еще нет этого, то мы их записываем. Понятно? Да. А что сделаем через фототайф? Можно, как и фототайф? В общем, это просто так, как бы захотелось. Паблишер. Сабскрайм. Ну, то есть это просто event-система. Есть у нас паблишер. он, у него есть тотики, это как бы сами сообщения. И на эти сообщения могут подписываться сабскрайберы какие-то. Ну, то есть это связь многие по многим. Сколько хочешь сабскрайбер, сколько хочешь паблиш, где что-то посылают, кто-то может слышать. Ну, естественно, я думаю, понятно, что это используется для слабой связанности системы. То есть у вас будут какие-то модули, которые, ну, вы хотите, чтобы не эти, об этих не знали, не эти, об этих. И, ну, нет, теоретически, если так реализовывать, то сабскрайберы будут знать о том, что, да. Но они могут, ну, как бы, они будут отдавать только то, что они хотят. Ну, и так как JavaScript вообще очень любят event-driven архитектуры, то все библиотеки, в принципе, реализовали этот паблиш сабскрайбер. То есть jQuery, триггер такой же, как и для нативных дом-евентов. Dojo, YUI, вот так мы подписываем. Ну, то есть trigger, publish, publish, подписываемся on или once, если мы хотим, чтобы сабскрайбер удалился после первого ивента полученного. И, ну, естественно, often subscribe, touch, чтобы сабскрайбер отписался просто в высшую от конкретного ивента или от конкретного паблиша. Ну, и медиатор – это, в принципе, паблиш сабскрайбер, но который реализован в виде еще большего, еще более слабой связанности системы, у нас есть медиатор, и только о нем знают все модули. То есть они друг о друге вообще ничего не знают и общаются только через него. Ну, вот в последней редакции книги о DSMoney JS Patterns он сказал, что медиатор на самом деле инкапсулирует в себе какую-то логику. То есть если мы называем этот паттерн-медиатор, то в нем теоретически может храниться бизнес-логика, то есть на базе которой он будет решать, кому в какой момент что послать. То есть он будет как диспетчер в аэропорте. Но, насколько я знаю, в большинстве случаев это просто объект, который реализует Publish Subscribe Interface, и мы его просто отдаем всем, и на нем можем служить любые его интересы. Это порождает сложность, потому что в итоге мы завязаны на этот медиатор, и получается, что вся у нас система работает через него. Ну, и это как бы не так просто, как может казаться, но используя определенные инструменты, вы сможете с этим справиться. Так, User Interface Patterns. Коды медиатора или медиатор? Ну, тут медиатор такой же, как медиатор. Вот это Publish Subscribe на конкретном объекте. А медиатор это… А, ты саму реализацию? Да, там тоже самое. Тут просто объект вызова будет медиатор, и объект Subscriber будет медиатор. Ну, а что, Данитон? Ну, просто там пошли интерфейс, и я не шоу пока на климах. Так, ну, медиатор. Так, ну, медиатор. Ну, это… Так, Сабстрабер. Ну, тут, если честно, он реализован очень сложно. Тут классы для каждого всего. То есть есть Subscriber… Не знаю зачем. Ну, просто есть ID-шник и контекст. Контекст – это объект, на котором будет вызван колдбэк. Функция – это сама функция подписчика. Ну, ID – это чтобы разрулить… Да, когда кого вызвал. Канал – это само сообщение. То есть это тоже там… Он его создал отдельным классом, непонятно почему. Ну, чтобы тоже хранить список сабскрайберов. А? Да. Да. Ничего. Приоритеты можно выставлять, потом в итоге сабскрайберы будут называться по приоритетам. Ну, это, конечно, еще больше усложняется. Так. Вот тут проходит… Ревнул сабскрайбер. Тоже не так уж просто, потому что оно там сдвигается туда-сюда. И фаблиш. Вот фаблиш. Вот фаблиш. Вот фаблиш. Вот фаблиш. Вот он цикл. То есть мы проходим по всем сабскрайберам и… и вот вызываем apply. То есть мы функцию, которую мы передали, вызываем на контексте, который мы передали, и передаем данные, которые мы пульнули именно через стреки. Через стреки. Так, ну… Все понятно. Но эти паттерны отличаются от тех, которые у Стояна и Стефанова, потому что тут они очень часто, особенно первая часть, базируются на GoFi. Ну, то есть он взял классические паттерны. Там есть вообще абсурдные. Там интерфейс. Еще что-то. Ну, такие прям, которые не прилепущие раскрытия. Ну, теоретически их можно сказать. И они там расписаны. То есть они зачастую усложняют код существенно, но это там для чуваков, которые из Явы пришли, хотят, чтобы все было хорошо. Да. Ну, в начале. Потом там еще есть немножко по ECMAScript 6, по как раз паттернам UI, то есть там рассматривается MVC, MVVM, все какое-то такое. Ну, в общем, книга классная, на самом деле. Ну, читается легко. А мне нужен jQuery. Да. jQuery. 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 прототипы. Ну, просто они прототип-ориентированные, то есть такие объектно-ориентированные. И там такой структурированный код. Когда-то смотрел стажировку в Facebook, и там они говорят, мы должны использовать, типа, объектно-ориентированные библиотеки для работы с библиотекой. Ну, и jQuery, которая всем известна, на базе нее там уже делают нативные API и так далее. И стало популярно как раз за счет своих фасадов. Все просто. Все легко. jQuery. jQuery. Ну, это Microsoft придумал, что-то. Model View. Могел. 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 Могел какая-то, да. Ну, ВПФ, и потом они его портировали в нокаут, типа. И он стал очень популярным, все знают, особенно среди этих мячиков. Ну, нокаут. Вот, что мы делаем. Мы во HTML декоративно прописываем биндинги. Эти биндинги нокаут будет считывать и использовать. И у нас есть ViewModel. Вот эта ViewModel, она хранит в себе данные в бизнес для отображения и, наоборот, обратной передачи на сервер. Есть такое свойство, как Observable. То есть эта функция, и при ее изменении она будет и event ислать, и менять отображение. Ну, и мы тут биндим ViewModel к… тут еще должен быть DOM элемент. Ну, в общем, я не знаю, они в своих примерах никогда не пишут модель, поэтому, мне кажется, это ViewModel, а не модель. Так. Да, Model ViewModel. Ну, короче, они замытили. Они говорят, что ModelTi должен иметь на клиенте Model для того, чтобы она точно отображала бизнес-доменную модель. Потом ViewModel и прочего. Так. Вот так вот выглядит оно изначально. То есть мы прописываем биндинги на значения, там, то есть это биндинги одновременно и на отображение, и на обратную связь по ивентам. Да. Но есть еще такой паттерн MVVM with loser data bindings, то есть как можно ослабить датабиндинги декларативные. Я этого не делал, потому что я на тот момент, когда читал с нокаута, заскочил. Но теоретически может быть интересно. Ну и все биндинги, вот те, которые мы прописали там, прописываем в JS, ну, то есть это как конфиг, в общем. Тут у нас имена элементов, а внутри сами биндинги, которые мы прописали бы так вот, видите, вот сюда бы их прописали. Так мы их прописываем сюда. Пишем custom binding provider, но тут код не приведен, там они огромные, на самом деле, но их просто надо скопировать. Он, короче, прибиндит вот эти свойства, чтобы они туда-сюда ходили, и в binding provider нокаутовский мы положим на наш биндинг. И это превращается в то, что нам надо только подвесить датакласс на элемент, а все биндинги подтянутся в JS. Ну, такая. Я воскресил. Так, ну, MVC. Ну, вообще, на сайте Angular написано, что это MVW, модуль U, whatever, но склоняется к тому, что это MVC. В общем, Angular тоже декларативный, господин. Мы регаем приложение на HTML и контроллер. Ну, то есть, наверное, основная часть Angular – это контроллер. контроллер, он прибидевает на конкретный класс, это область видимости и так далее. То есть, все внутри, и как суды. И у нас тут есть темплейты, ну, приблизительно такие же, как на каунте, ну, как просто template engine. И здесь мы используем как раз, можем использовать методы и перемены из скопа вот этого контроллера. Ну, там, циклы для отображения модели, тут сортировки, можно делать фильтры прямо декларативно. А вот как представляет, что представляет из себя контроллер. Ну, в общем, мы регаем контроллер, и вот тут у Angular есть dependence injection, мы тут написали скоп, но теоретически могли не писать, он бы сам, то есть мы никогда этот контроллер не вызываем вручную, Angular его инициализирует сам. И он в зависимости от того, какие мы параметры написали, это передает сюда то, что нам надо. То есть именно по названиям, которые мы сюда передаем. И вот скоп – это как раз объект, который, ну, в итоге, будет использован для отображения. То есть вот у нас todo, todo remaining, и мы вот можем тут этот скоп использовать просто как макарную переменную. Ну, ладно, я думаю, что Angular курс будет, ну, через один декабрь. React, еще одна библиотека от Facebook, и она как бы отличается тем, что они ушли от Event, от MVC, и пришли именно к view-driven архитектуре. То есть раз это фреймворк для UI, то основным элементом должны быть компоненты. фреймворк для UI. И вот они в итоге сделали такую штуку, что вы можете писать, файлы JSX называются, и вы можете писать HTML, ну, без кавычек, без ничего, просто как вы посреди JavaScript написали HTML. И он сам раскидывается, ну, тут у него есть припроцессор, можно его просто загрузить на страницу, и библиотека JS, если ее подключить, тоже раскидает это. Но это очень плохо, никто ж так не делает, потому что это в рантайм. Используется припроцессор, который на стадии билда начинает превращать это в ее аспект, и в итоге оно будет вот таким. То есть можно сразу писать, но естественно, что это более красноречиво, он заменяет вот элементы на свои классы красноречивых. Ну, это просто надо посмотреть. Ты просто можешь тему. То есть мы пишем в одном месте, и у нас есть компонент. В чем суть в итоге? В том, что эти компоненты могут наследоваться друг от друга, ты можешь их реюзать. То есть получается полная энкапсуляция HTML с JavaScript. Они очень связаны, и их можно реюзать как угодно, можно экстендить и так далее. Ну, и сейчас часть Facebook, на этом написано весь Instagram. В общем, да. Можно поюзать. То есть тут, что мне не нравится, то, что тут, я не знаю, я его чуть-чуть юзал, может по-другому как-то можно, но суть в том, что тут методы биндятся на вот эти как раз компоненты. И в итоге они всплывают вверх, чтобы вызвать что-то, нужно будете реализовать через эти дом-элементы. Короче, рачок. И Backbone. Ну, на самом деле, все знают, что это не MVC. Но это тоже MVW. То есть, ну, ближе к презентеру. Как бы, ну, непонятно, MVP, MVC и так далее. Почему? Потому что... Ашкен нас все перепутал. Ну, модель, она действительно модель. Там есть такие классы модель, Vue, ну, и роутер, конечно. То есть, он назвал Vue класс, который генерирует отображение. Но это явно не Vue, это презентер. То есть презентер готовит к отображению то, что надо. А Vue это сам HTML. Но к тому же есть роутер, который, как бы, можно называть контроллером. Поэтому, получается, каша чуть-чуть. Ну, ладно. Ну, в общем, так выглядит модель. Вот как раз Extend используется. Это просто Underscore Extend, подвешенный на инстансы другие. Backbone, Model Extend. Тут мы можем... Вот тут сами свойства, которые у него есть. То есть это будут публичные свойства, которые доступны через Getter и Setter на данной модели. Ну, тут оно написано некрасиво. Вообще это просто инстанс, на котором мы можем вызывать Get любой из этих свойств и сет любого свойства. Ну, тут еще, как бы, список методов. Но мы его детально будем дальше рассмотреть. И Vue. То есть вот это как раз презентер, о котором мы говорили. Он может хендлить ивенты от пользователя. То есть это jQuery ивенты красиво записаны. Может слушать ивенты моделей. И, ну, нужно заметить, чтобы он низкоуровневый достаточно сам по себе в плане отображения. Поэтому он не предоставляет вообще никаких фелкеров для отображения. Любые... Вот здесь функция render, и она пустая в базовой реализации. То есть она предусмотрена, но она пустая. Вам надо самому ее написать, что вы хотите вообще получить. Вы биндитесь на какой-то DOM элемент здесь. То есть вы тут можете написать, к какому конкретно надо привязать этот класс. И в рендере вы пишете, как его заполнять. То есть абсолютно нет никакого биндинга и декларативности. Паттерны, которые предоставляют модульности во скрипте. То есть по умолчанию вообще нет никаких модулей, никаких зависимостей, ничего. Вы можете только написать ряд скриптов друг за другом, и тогда они выполняются друг за другом, если вы не используете атрибута sync на скриптах. Так давно не делает никто, потому что естественно в best practice собирать скрипты в один. Но если вы собираете в один, то вы никак не можете гарантировать порядка их включения в этот конкортинированный скрипт. Можете, если кто-то предоставляет такую возможность, то вам надо будет все модули через запятую написать, как вы хотите их загрузить. Но если подумать, то это слабо возможно. Поэтому придумали несколько паттернов модульности. Первый из них это Asynchronous Module Definition AMD. Он был разработан, кто-то говорит, что в IUI, EQUI Library. Некоторые говорят, что в Dojo, Dojo Foundation, то есть одна из самых больших, которые сейчас относятся, require.js, самая известная библиотека реализующая. То есть что она делает? Мы регистрируем имя модуля. То есть мы пишем вот такую функцию. Одна функция на один файл. Define имя модуля, его зависимости. И функция это как раз тот модуль, который мы обсуждали. Сам модуль, в который в параметры зайдут вот эти зависимости, которые мы тут задекларировали. То есть вот это имя модуля опциональное, но если вы его напишите, то потом вы сможете его запрашивать не по пути и абсолютному относительному, а по этому имени. Вот эти зависимости это как раз вот такие же имена других модулей, которые были зарегистрированы. А вот сюда заходят сами объекты, которые возвращают модули вот эти. То есть вот тут мы зарегали модуль и возвращаем его. И он зайдет сюда, если мы запросим. Ну то есть это такая реализация в require.js, ну это сам pattern AMD. Там есть какой-то registry, он хранит все зависимости, lazy loading смотрит загружен или нет. если загружен user-объект из этого регистра, если не загружен по AJAX, его тянет и так далее. Ну точнее не по AJAX, он тоже вставляет текст. И второй pattern это common.js. Этот pattern используется в Node.js. То есть для синхронного кода он подходит отлично. Нет никакой обертки, никакого модуля. Паттерные библиотеки. Common.js. И pattern в библиотеке других. В основном common.js модули на клиенте. Но есть и у require.js запись common.js. То есть в основном require.js библиотека, ну я тоже дальше буду рассматривать. Используют синдексы сами. Ну то есть они говорят, используют вот такой. Но они не позволяют теоретически использовать это common.js. Но вообще он юзается в Node.js и на клиенте его можно использовать в том, что в библиотеке Browserify, которая позволяет юзать модули Node.js на клиенте. Зачем мы тут делаем? Пишем фунт, пишем все, что хотим и просто декларируем, что мы хотим заэкспортить из данного модуля. А тут мы просто в переменные можем тут список, какой хотим, запрашиваем, что хотим. Ну вопрос у меня нет. Т.е. это весь файл, ничего кроме этого не надо писать. Там вот есть модуль.export, это сам объект, который будет заэкспортирован. Если просто на экспорт подвешивать свойства, то он будет заэкспортирован. Можно сам модуль экспорт переприсвоить на другой объект. Т.е. потом если мы запросим, напишем var for равно require for, то сам фунт будет равен объекту со свойством фунт. Ну ладно, я вам объясню в следующем. И вот чуваки, там ряд JavaScript пацанов собрались и говорят, ну мы можем юзать и AMD, и Command.js, и мы хотим, чтобы в библиотеке можно было юзать одни и те же и на клиенте, и на сервере, поэтому надо сделать так, чтобы можно было запрашивать один актер. Поэтому тут идет просто фича detection. Они смотрят, есть объекты экспорт? Если есть, то мы вызываем фабрику объекта через Command.js. Если есть Define, то это значит, что это AMD, то мы вызываем фабрику через AMD стены. Если нет, то мы подвешиваем на глобальную переменную, значит никакая модульная система не используется. Ну то есть это, с помощью этого вы можете написать какой-то файл, юзать его на клиенте и на Node.js, можете просто, вот есть библиотека, все библиотеки сейчас оборачиваются в такой модуль, то есть там GQR, библиотеки, все что хотите. И в итоге вы их грузите в любой модульной системы, оно работает. Так, это грузь, потому что нет модульной системы. Есть Harmony, но это будет неспоро. Просто для вашего это то, что он реализует AMD, но он реализует и Command.js. Это сейчас самая популярная библиотека, но билдер у него говно, скажем так. Есть Harmony? Ну просто, это каким будет JavaScript через тысячу лет. То есть чуваки принимают сейчас спецификации, скорее всего будет так. Ну это наверное на Python. В общем, такое можно будет импортить и экспортить, без проблем переменных сможешь. Так. Всего-всего на самом деле. На самом деле, эта лекция в большей части состоит из лекции академии. И домашка, поэтому будет тоже такая. Там домашка, надо написать пародию на MVC. Можно jQuery подключить. Там спецификация есть, то есть там текст большой. Там есть базовые какие-то вещи. View – это будет HTML. Model – это просто данные вообще без никаких горток. Контроллер должен… Контроллер – это все просто подводит к бэкбону, то есть к бэкбон стилю. Контроллер будет тоже полупрезентером, полупонтроллером. Он будет… По-моему, будет хендить и вынкать в View'ке и будет рендерить View'ку, когда… Контроллер… Контрол… В общем, там все написано. Если будет вопрос, то… Ну сроки до следующей лекции. Ну я думаю, что… Теоретически, я думал, два раза в неделю. Как вам, нормальный будет два раза в неделю? Ну до следующей лекции она скорее всего будет либо вторник четверти. Ну до следующего вторника она сделает. Когда? Спасибо.